В эфире новости. В честь безымянных героев, не вернувшихся с войны, в России впервые отмечают День неизвестного солдата. Слышны не только обстрелы. В ООН заявляют, что Донбассу грозит продовольственный кризис из-за блокады, объявленной Киевом. Еще один дебошир на борту. Кто и как сможет эффективно бороться с хулиганами в полете? О необходимости создания специальной службы заговорили в МВД. Рассуждение на тему не менее 350 слов. Российские школьники сегодня пишут итоговое сочинение, которое станет допуском к ЕГЭ. Десятки машин застряли на трассе, тысячи человек остались без света. Снежный циклон бушует в Преамурии и Хабаровском крае. В России впервые отмечают День неизвестного солдата. Новая памятная дата установлена в этом году и выбрана не случайно. 3 декабря 1966-го в 25-ю годовщину разгрома фашистских войск под Москвой из Братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе к Кремлевской стене был перенесен прах одного из защитников столицы. Здесь всегда горит вечный огонь, стоит почетный караул. Памятнику присвоен статус общенационального мемориала воинской славы. Последний год и в России ведется огромная работа для того, чтобы вернуть семена героям. Но в местах ожесточенных боев Великой Отечественной еще много безымянных захоронений павших бойцов. Репортаж Алексея Карипанова. Открывая калитку деревенского мемориала, он почтительно снимает шапку. Это военное кладбище в поселке Мясной Бор появилось еще в 50-е. На гранитных плитах выбиты тысячи фамилий. Но опытный поисковик знает, это далеко не все советские воины, которые действительно покоятся здесь. В одной могиле там 300, 500, это вот с этой стороны, там 2-3 тысячи за раз. Тут во всех могилах, считай, 5-10 имен и человек 100, 150, 200 безымянных. Это печально известная долина смерти, кровавый Любанский котел. В декабре 41-го именно тут началось продвижение советских войск к осажденному Ленинграду. Операцию считают одним из главных провалов советского командования, когда фактически была уничтожена целая армия. Прорвав немецкую оборону, бойцы второй ударной сражались за крохотный клочок земли, коридор для снабжения фронта и прохода подкрепления. Но летом 42-го противник оказался сильнее, замкнув кольцо вокруг советских позиций. Сколько красноармейцев погибло здесь, в этих непроходимых лесах Новгородчины, сложно сказать точно. По неофициальным лишь данным, потери с января по июнь 42-го за полгода составили до полумиллиона человек. Здесь повсюду воронки от вражеских снарядов. Вот там одна, здесь совсем близко другая, размером побольше. В таких же бойцов и хоронили. И, как говорят поисковики, в них продолжают находить порой до ста неизвестных солдат. Окрестные леса проверяют вот так, с металлоискателем. Специалисты ищут снаряды, мины и личные вещи бойцов. Если это погиб воин, значит у него или винтовка, или гранаты. Две гранаты обычно у них РГД-33. И потом может быть обувь, одежда, значит противогазная коробка. В нескольких километрах отсюда строят новую автомобильную дорогу между Москвой и Петербургом. В прошлом году как раз в этих местах на протяжении будущей магистрали нашли останки 200 человек. И со всеми почестями предали земле. Установить удалось личности далеко не всех погибших. Это вообще считается большой удачей. Хорошо, если солдатский медальон есть. Но бывает, что любая личная вещь, найденная в земле, становится для поисковиков зацепкой. Коля Зинков, ну и дата 1912 год, дает предположить, что он родился в 1912 году. Дает возможность там уже дальше работать с этой информацией. Вот единственная фотография, которая осталась. Пропавшего без вести красноармейца Петра Шемянова, его внучка Марина Волкова, не могла найти ни в одном военном советском архиве. Помогли лишь поисковики. Оказалось, солдат во всех документах почему-то значился под другой фамилией своего отца. Мужчину с похожими данными обнаружили в немецком плену. Был такой Шалянов. Он был в концлагере Заксенхаузен. И что он погиб в 1944 году. Вот документ. В военный плен попала примерно треть солдат, которые числились пропавшими. Таково мнение историков. Кого-то и вовсе не успели указать в фронтовых сводках погибших. Всего за годы войны без вести пропали 4,5 миллиона человек. Впервые в этом году их вспоминают всех вместе. Создать памятную дату в сентябре этого года предложили члены школьных поисковых отрядов на встрече в Владивостоке. И символично, что именно в Приморье же сегодня первыми в стране почтили память солдат. И это очень тяжело. Родственников особенно было считать, что где он похоронен, неизвестно где похоронен. И сейчас вот принято решение вот такой памятный день. Именно день неизвестного солдата. Я считаю, что это очень нужный праздник. И нужен праздник и для ветеранов, и для молодежи, которые здесь присутствуют. Между тем, многие поисковики этот день проведут по традиции в поле. По крайней мере, для того, чтобы именно сегодня еще одним неизвестным бойцом стало меньше. Алексей Герипан, Сергей Шилов, Георгий Ильин, Екатерина Белова, Первый канал. Новости из зоны конфликта на востоке Украины. В Донецке этой ночью раздавались артиллерийские залпы. Они были настолько мощные, что в домах едва выдерживали стекла. Как сообщают жители, обстрелом, в частности, подверглись поселок Шахты Лидиевка и Шахта Трудовская. Удар из ракетных систем залпового огня также был нанесен по Петровке. Между тем, в ООН заявляют о том, что в предстоящем месяце Донбасс может столкнуться с серьезным продовольственным кризисом. Во многом из-за решения Киева прекратить социальные выплаты на территориях ему неподконтрольных. В обновленном докладе Всемирной продовольственной программы говорится, что у людей, лишенных заработанных пенсий и тех средств, что хранили на счетах в украинских банках, просто не будет денег на еду. В свою очередь, мониторинговая миссия ОБСЕ уже фиксирует острую нехватку самого необходимого в Луганской области, так как в Первомайске, находящемся на линии фронта, пенсионеры вынуждены питаться одной картошкой, пить некачественную воду и сидеть в подвалах. В том же отчете говорится, что в городе повреждено 90% зданий. По свидетельству местных жителей, это последствия обстрелов со стороны силовиков. Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента, произошедшего во время рейса из индийского курорта Гуа в Уфу. Один из пассажиров устроил на борту дебош, начав пояснять отношения с попутчиком. Мужчину попытались успокоить, но тот снял майку и пустил ход кулаки. Все же инициатор конфликта общими усилиями удалось пересадить на другое место. О случившемся воздухе стало известно только благодаря кадрам, появившимся в интернете. А вот сотрудники авиакомпании ссорию придавать огласки не стали, заявления в полицию не было, и, как утверждает автор записи, борту не вызывали наряд. И подобные случаи, особенно на чартерных рейсах, происходят все чаще. Одной из мер борьбы с хулиганами на борту может стать создание специальной службы. Петр Дерягин изучил все способы защиты от авиадебоширов. Почти как в известной песне «7 тысяч над землей» гул турбина кому-то не спится. За драки, ругань и угрозы экипажу самолета каждый месяц с рейсов снимают десятки пассажиров. Отпуск в Испании Артем Кирьянов запомнит надолго, особенно перелет. Всем рейсом пытались успокоить пьяного мужчину, который внезапно захотел, как он выразился, сойти. Человек просто не соображает, что он делает. Это просто абсурд какой-то. Подошел к двери и начал ее категорически как-то открывать. Естественно, когда человек пьяный, он там не знает, что делает. И стюардесса уже просто собой прикрыла, что извините, если вы дверь откройте, будет разгерметизация салона. Собираясь на работу, старший бортпроводник Светлана Кривошеева может прогнать в уме десятки инструкций. Для экипажа не должно быть непредвиденных ситуаций. При серьезных конфликтах вызывают полицию. Вот только помощь придет после приземления. До этого в воздухе часто все происходит по сценарию дебоширов. Пассажир резко встал, отстегнулся, прошел в туалетную комнату и разбил стекло. Это очень страшно, потому что замкнутое пространство, деваться некуда. Не в каждом рейсе бортпроводники бывают мужского пола. Девушки, конечно, не могут справиться с таким пассажиром. У нас нет никаких специальных средств, ни полномочий. В МВД пока только говорят о возможности возрождения службы воздушных маршалов. Это сотрудники полиции, которые находились бы на борту в гражданской одежде, следили за порядком, а при серьезных нарушениях применяли бы спецсредства, как минимум наручники. В Советском Союзе такая служба была. Их называли сопровождающими. В США, Израиле, Австралии маршалы – это опытные вооруженные агенты, работающие на сотнях рейсов. В России сейчас лишь в некоторых авиакомпаниях и на немногих направлениях есть свои сотрудники безопасности на борту. Основное их оружие, наверное, это метод убеждения, потому что больше законодательно они ничем не могут руководствоваться, никаких мер принуждения принимать. Для спецподготовки воздушных маршалов в России есть все условия. В Институте повышения квалификации МВД построена копия аэропорта со всеми системами безопасности и макетом самолета с салоном, в котором занимаются сотрудники транспортной полиции. Здесь, например, будущим маршалам можно было бы отрабатывать навыки рукопашного боя в стесненных условиях. Как вы видите, здесь пассажиру, который превратился в заложника, укрыться абсолютно негде. Предполагается, что воздушные маршалы будут присматриваться к пассажирам еще до посадки в аэропорту. Специальные системы, которые тестируются в Институте, смогут помочь тщательно проверять каждого. Потенциально опасных пассажиров современными методами можно найти и до того, как они, например, устроят дебош на борту. Вот эта программа считывает мельчайшие жесты, мимику. Если человек спокоен, то система выдаст фиолетовые, синие, зеленые цвета и цифровые значения не больше 30. Но стоит нахмурить брови, начать резко жестикулировать, делать беспокойные движения, появится красный цвет, а цифры поползут вверх.